и всем привет люди вы на канале большого биохимика сегодня поговорим о витамине b6 или химическое название данного витамина передоксин как всегда начнем с источников обязательно кстати нужно помнить о химическом названии витамина как я уже сказал передоксин источники витамином богаты злаки бобовые дрожжи печень почки мясо и также синтезируется кишечный бактериями этот витамин b6 может всасываться из просвета кишечника вот в отличие от витамина b12 который всасываю но он тоже всасывается в кишечнике но только в и реальном отделе то есть только в поддав терминальном отделе подвздошной кишки а вот перед активом всасывается в принципе на всем протяжении тонкого кишечника вот как бы да это достаточно хорошо то есть дефицит его возникает достаточно редко но может возникать об этом на сегодня поговорим на час строения химической стране витамины существуют виде передоксина вот мы говорим где это изначально форма самого витамина но не сам передоксин является коферментом до акаферменты форме является передоксаль форсет и передоксами фосет передоксами фасад практически очень редко используются а вот перед акций фосфад очень важным биохимических путях про которые мы поговорим в дальнейшем следующих роликов суточная потребность витамина полтора-два миллиграмма сутки и вот здесь химические формула вот собственно нативная форма то есть это сам передоксин то есть это и есть витамин b6 но он отдает нам такие вот коферментные формы то есть сам передоксин не является коферментом еще раз до коферментом будет являться вот эти две формы то есть передоксин модифицируется каким образом для того чтобы образовать передоксалей фосфат нужно вот сделать вот здесь из гидроксильной группы образ apology kidding no а здесь вот у этой гидроксильной группы добавить остатки фосфорной кислоты и таким образом передоксин дает нам передоксаль фосфат то есть мы видим что само название обо всем горы передоксаль аль это значит что имеется эльдегидная группа вот он а А фосфат, что остаток фосфорной кислоты. Именно передоксальфосфат практически во всех биохимических реакциях, про которые мы будем говорить, будет являться коферментом. Ну и вот есть еще передоксаминфосфат, который намного реже является коферментом, но все же является. Вот он так выглядит. То есть у него есть уже здесь, видим, аминогруппа. Поэтому его и называют передоксаминфосфат. Вот здесь передоксальфосфат, потому что альдегидная группа. Ну и фосфат, да, здесь передоксаминфосфат, то есть вот аминогруппа и тоже остаток фосфорной кислоты. Так, давайте поговорим про функцию витамина В6. В принципе, функций у него не так много, он является коферментом фосфорилаза гликогена. 50% всего витамина находится в мышцах. Но это неудивительно, потому что мы знаем, что гликоген это запасной вариант углеводов, то есть гликоген это форма запасания углевода. И гликоген у нас где накапливается? В печени и в мышцах. Поэтому и неудивительно, что раз гликоген, да, то есть накапливается в мышцах, соответственно, понятное дело, что 50% всего витамина будет тоже находиться, соответственно, в мышцах. Ну и, соответственно, в печени тоже будет витамина В6 играть важную роль, потому что там тоже есть гликоген. Вот, и кроме того, витамин В6 участвует в синтезе гема-сфинга-липидов. Наиболее известная функция передоксиновых коферментов – это перенос аминогрупп и карбоксильных групп. Вот это нужно запомнить, да, то есть передоксиновый переносит аминогруппы и карбоксильных групп в реакциях метаболизма аминокислот. Вот, он является коферментом аминотрансфераза, переносящих аминогруппы между аминокислотами и кетокислотами. Механизм реакции трансаминирования с участием передоксальфосфата показан вот на данном рисунке. Вот, мы видим, что вот у нас есть аланин, и передоксальфосфат, он что делает? Он, получается, переносит аминогруппу. То есть он как действует? Он переносит, получается, смотрите, вот, давайте все постепенно. Вот у нас есть альфа-кетоглутарат или альфа-кетоглутаровая кислота. Это, по сути, предшествование глутамата. Чтобы нам образовать из этой молекулы глутамат, нам нужно вот сюда присоединить аминогруппу. И вот донором этой самой аминогруппы может являться сам аланин. Соответственно, если у нас реакция идет слева направо, то аланин, ну, аланин аминотрансфераза, это фермент, который что делает? Например, он забирает аминогруппу аланина, если реакция идет слева направо, присоединяет ее сюда. В итоге из аланина образуется пируват, вот, пировиноградная кислота или пируват. То есть, видите, здесь уже кетоновая группа образуется, вот, потому что, вот, аминогруппа идет сюда, и здесь уже альфа-кетоглутарат задейственно превращается в глутамат. Вот, и надо сказать, что в данной реакции коферментом вот этого вот фермента является передоксальфосфат, то есть коферментом аланин аминотрансфераза является передоксальфосфат, или коэнзимом, да, кофермент, коэнзим по-английски. Вот, соответственно, если реакция идет, наоборот, справа налево, то у нас что есть? Пируват, у нас есть глутамат и пируват. У глутамата, вот, есть аминогруппа, у пируват и кетогруппа. Если реакция идет справа налево, то аминогруппа передается на пируват, вот, в свою очередь, глутамат таким образом превращается в альфа-кетоглутарат, а пируват, присоединив аминогруппу вот здесь, превращается в аланин, и в итоге образуется аланин, альфа-кетоглутарат. То есть реакция может идти либо слева направо, либо справа налево, как мы уже сказали. Кроме того, вот здесь мы рассмотрели конкретно функцию, как работает аминотрансфераз. Но еще есть такие ферменты, которые называются декарбоксилазы. Про них мы будем говорить в соответствующих роликах. И вот витамин В6 является еще коферментом декарбоксилаз. То есть декарбоксилазы, они как бы что делают? Их функция декарбоксилазы, ферменты, которые удаляют, отщепляют карбоксильную группу. И вот эти ферменты участвуют в синтезе биогенных аминов из аминокислот. Из таких аминокислот, как серотонин, гамма-аминомасляная кислота и гистамин. Опять же, про декарбоксилаз можем говорить в определенном ролике. Вот мы здесь просто, как пример, взяли аланин, аминотрансферз. Естественно, мы все эти реакции будем рассматривать еще более подробно в соответствующих роликах, когда у нас будет идти тема, связанная с аминокислотами, с обменом аминокислот. Ну вот еще раз напомню, то есть здесь суть в чем? Аланин аминотрансфераза, то есть фермент, который переносит аминогруппу. Его называют аланин аминотрансфераза, то есть по аланину. Но мы видим, что реакция может идти еще раз слева направо. Если она идет слева направо, то аланин будет являться донором аминогруппы. Он будет отдавать свою аминогруппу на альфа-кетоглутарат. Таким образом, аланин превратится в перуват, потому что он отдает аминогруппу. И здесь, как я уже сказал, образуется кетогруппа. А в свою очередь, альфа-кетоглутарат, присоединив вот здесь, аминогруппу, превратится в глутамат. Ну и реакция может, естественно, наоборот. Тогда уже глутамат в свою аминогруппу будет передавать на кетогруппу перувата. Глутамат будет переносить, еще раз, глутамат передавает аминогруппу на кетогруппу перуват. Таким образом, перуват превратится в аланин, а глутамат в альфа-кетоглутарат. Или альфа-кетоглутарат, потому что аминогруппы не будет. И на месте неформируется кетогруппа. Собственно, как-то так. Давайте тогда дальше. Ну и, собственно, гиповитаминоз. То есть, видите, витамин В6 достаточно так вот здесь много ты и не расскажешь. Следует сказать, что гиповитамин В6 когда возникает? Либо это пищевая недостаточность, собственно, потому что мы говорили, что он с пищей получается, либо это хранение продуктов на свету и консервирование. Почему? Потому что витамин В6 разрушается при консервировании и на свету, то есть он фоточувствительный. Поэтому хранить продукты на свету и консервирование приводит к уменьшению содержания витамина В6 в этих самых продуктах. Использование ряда лекарств, которые связывают витамин В6 и, по сути, дают таким образом гиповитаминоз. Это такие средства, как антитуберкулезные средства, элдофа, эстрогены в составе противозачаточных средств. Потому что мы знаем, что в состав противозачаточных средств входит как раз эстрогены. И они, по научным данным, разрушают или связывают витамин В6 и не дают, соответственно, витамину В6 себя проявлять. Также отмечено, что во время беременности очень часто возникает гиповитаминоз витамина В6, потому что витамин активно передается, скажем, развивающемуся плоду. И алкоголизм, потому что еще раз этанол, это фактор, это как бы спирт, да, этанол, входящий в состав алкоголя, в общем, разрушает передоксин. И таким образом тоже люди, которые стоят алкоголизмом, у них вполне возможен гиповитаминоз В6. Ну и клиника у нас какая? Вообще клиника, она достаточно разнообразная. И я не нашел таких прям картинок красивых, которые бы показывали гиповитаминоз В6. Но в целом это что? Это повышенная возбудимость ЦНС. Очень важно наличие, у многих, у кого гиповитаминоз В6 сильно прогрессирует, развивается эпилепсия. Да, эпилепсия. И связана эта эпилепсия с чем? С недостатком синтеза гамма-аминомасляной кислоты. Потому что вот мы будем, опять же, об этом говорить более подробно в дальнейшем. Но следует уже запомнить, что вот у нас есть аминокислота глутамат. И, как мы уже говорили, передоксин фосфат еще является коферментом декарбоксилаза. Мы об этом говорили вот здесь. Вот. Он является коферментом декарбоксилаза. И вот как раз я здесь реакцию все-таки привел, да. И что мы здесь видим? Что вот есть фермент глутамат декарбоксилаза. Название обо всем говорит. То есть, этот фермент, он отщепляет карбоксильную группу, альфа-карбоксильную группу глутамата. Вот. И поэтому называется глутамат декарбоксилаза. Коферментом этого фермента является передоксальфосфат. Вот мы видим. И что в этой реакции происходит? Эта реакция идет только слева направо. Вот у нас есть аминокислота глутамат. По действиям этого фермента отщепляется вот эта вот самая карбоксильная группа. И из глутамата образуется гамма-аминомасляная кислота. Вот. Вот гамма-аминомасляная кислота. То есть, она образуется за счет того, что происходит отщепление карбоксильной группы. Здесь, смотрите, очень интересный момент. Почему такое название, да, получает данная молекула? Дело в том, что отщепляя вот эту карбоксильную группу, первым атомом углерода становится вот этот атом углерода. Видите? То есть, ранее, когда вот у нас был глутамат, первым атомом углерода являлся, естественно, вот этот атом углерода, который был связан, ну, собственно, с карбоксильной и аминогруппой. Вот этой. То есть, тот атом углерода, который связан с карбоксильной и аминогруппой, это будет альфа-углерод. Альфа-бета-гамма. Но, как только мы отщепили вот эту вот самую карбоксильную группу, то альфа-углеродом становится вот этот атом углерода. И в итоге альфа-бета-гамма, да. Вот, и у нас поэтому он так и называется, то есть альфа-бета-гамма-углерод. Вот, потому что здесь гамма-амино, то есть у гамма-углерода аминогруппа, поэтому так и называют гамма-амино-масляная кислота. Ой, точнее, смотрите, не от этого идет отсчет, а вот видите, здесь цифра двойка, то есть будет, как бы, здесь будет 2 CH2 группы, то есть CH2, CH2. Да, соответственно, альфа-бета-гамма, вот, гамма-углерод, и он с ним, как бы, связан. То есть не отсюда идет отсчет, а идет отсчет, извините, вот здесь я, к сожалению, немножко ошибся. То есть вот у нас есть CH2 дважды, не заметил, и вот получается, что отсчет идет, как бы, представьте, здесь CH2, CH2, да, получается альфа-бета и вот гамма-углерод. С гамма-углеродом связана аминогруппа, поэтому название получается гамма-амино-масляная кислота. Вот. И, собственно, вот так вот. Пример. Да, естественно, эпилепсия развивается почему? Потому что при недостаточности, соответственно, витамина В6 нарушается образование передоксальфосфата, а раз нет передоксальфосфата, значит глутамат декарбоксилаза нормально существовать не может, потому что нет кофермента, который, ну, скажем, поддерживает функцию этого фермента. Таким образом, глутамат накапливается в нервной системе и не образуется гамма-амино-масляная кислота, гамма, да, то бишь. Вот. И это приводит к эпилептиформным судорогам. Также могут быть признаки, какая клиника еще возможна, полиневриты, пелагроподобные дерматиты, эритема кожи и пигментация кожи. Также отеки и анемия, возможно, при этом гиповитаминоза, но все-таки на первом месте выступают судороги, то есть они все-таки эпилептогенные судороги, они возникают достаточно часто. Вот. Ну и здесь я привел еще такую карточку, которая демонстрирует вообще проявление эпилепсии, то есть вот у нас получается общая симптоматика, как она проявляется. Смотрите, потери сознания может проявляться, да, эпилепсия. Потом тревогой, страхом, то есть человек боится, то есть у него страх возникает. Потом человек, стерлинг, это имеется в виду, что человек очень долго заостряет свой взгляд на чем-то, то есть он смотрит на что-то пристально, очень долго. Дальше это мышечная слабость, weakness, да, мышечная слабость. Потом мышечная контрация, то есть сокращение мышц, а также подергивание, то есть мышцы начинают как бы резко дергаться. Вот. Это тоже характерно для эпилепсии. Еще раз скажу, что это общая симптоматика эпилепсии, то есть это не только эпилепсия, которая связана с гиповитаминозом витамина В6. Но как так, ну в принципе, если, как мы уже сказали, гиповитаминоз витамином В6 сопровождаются эпилепсией, соответственно, такая симптоматика, она вполне возможно, что проявится, да, у пациента. Поэтому вот следует об этом помнить. В общем, на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока. Если у вас возникают какие-то вопросы, то, пожалуйста, пишите их в комментариях. Я буду отвечать по мере освобождения. То есть я отвечаю всегда на вопросы, как только их вижу. Все. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok